Начинается как обычная простуда, а закончится может печально, если не обратиться к врачу. Речь про пневмонию. В Чувашии сезонная волна этого заболевания. Подробнее о ситуации Ольга Пырочкина. Аня идет на поправку. Девочка уже реже кашляет, появился аппетит. Ее мама Надежда рассказывает, когда у ребенка поднялась температура 37,5, подумала обычная ОРЗ. Три дня мы поболели, два дня у нас температура уже пошла на уголь, два дня температуры уже не было. Но снова вернулась и появился такой глубокий кашель. Нетипичное было прохождение болезни, меня это вызвало тревогу, вызвало врача на дом. Он нам порекомендовал сделать рентген грудной клетки, что мы и сделали. Лежать в больнице девочке не скучно. На соседних кроватях подруги по несчастью. Свободных мест в палатах почти нет. Однако такая вспышка заболеваемости происходит ежегодно, говорят медики. Так что готовиться к ней и заранее. Чтобы мест хватило, в детской городской больнице номер 3 под больных с респираторными патологиями специально перепрофилировали педиатрическое отделение. На сегодняшний день мы уже имеем заболеваемость такой, что у нас 294 человека прошло с пневмониями. Через наше педиатрическое отделение номер 1 мы только за декабрь 124 человека выписали. Это середина декабря мы начали госпитализировать. Но на сегодняшний день пневмонии у нас 58. Хотелось бы обратить внимание родителей при появлении первых признаков простудного заболевания. Ни в коем случае не заниматься самолечением дома. Первое, что должны сделать родители, это обратиться к врачу за медицинской помощью. Если дети могут подхватывать инфекцию в детских садах и школах, в таких коллективах часто встречается так называемая атипичная микрофлора, которая способна вызвать болезнь, то взрослые непосредственно пневмонии, отчихнувшего рядом в транспорте человека, обычно не заражаются, отмечают врачи. Все-таки какой-то должен быть отягощенный фон у пациента, например, у пациента с сахарным диабетом. У него ослаблен иммунитет изначально. Если он еще заболевает вирусной инфекцией, иммунитет снижается еще больше. И тогда, конечно, возможно возникновение пневмонии. Для вирусных инфекций сейчас самый сезон, так что койки в больницах для взрослых тоже не пустуют. Приступы кашля, температура высокая, озноб, слабость начало с банальной температуры. То есть она была сначала невысокая, но через пару дней она до 38, до 38,5 дошла. И держалась порядка 4 дней так. Температуру сбивал обычно какой-то, а в итоге оказалась пневмония. Пневмония не всегда означает госпитализацию. При легком течении она лечится в амбулаторных условиях дома. Но так или иначе, решать это и ставить диагноз должен врач. Воспаление легких – это тот случай, когда самолечение может привести к летальному исходу. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.